Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Юля Стар. Посмотрела я последний видосик, пожираловский видосик, да, праздник живота. Но, как Юлька сказала, как-то очень-очень скромненько, да, очень скромненько. Огромная миска капусты с крыльями и что там ещё? Сметана, которая почему-то была не тронута, на удивление, Юлька не ела сметану. Зато сырок, да, с Лариской наполовинку сожрали. И что-то как-то Юлька не в настроении-то была. Но, знаете, я чуть подумала, что это у них скорее полдник. Ни обед, ни ужин, всё это было уже по расписанию. А снять решили они так. Лёгонький перекус. Хотя за кадром Торба сказала, что обожралась. Я представляю, что она там жрала. Похоже, в два раза больше Юльки навернула, да. Но Юлька показывала, что ещё у неё есть, что лежала возле Ларисы. Это сыр и ещё десерт. И, по-моему, ещё там что-то. Я прям не удивлюсь, всё это лорка смолотила. Ну и, значит, поговорить на сей раз было совсем не о чем. И решили поговорить про нетрадиционную ориентацию. Решили обсудить там историю двух женщин, девушек. Потом вспомнили ещё каких-то двух, которые у них там в Украине были. И к ним приходили затариваться. Вот, понимаете, уже даже не о чем поговорить. И всё это у нас Лариска знает истории. Всё вычитывает где-то. Потом, правда, выдают они как за своих знакомых. Так же и здесь. Прям у них знакомые были, которые к ним приходили закупаться. Прям у них там целая история происходила. Прям как в фильмах. Всё-то они знают. Всё-то они рассказывают. Ну и, значит, что? И Олька ещё поведала, что аллергия замучила. И она страшная такая, прям страшная. Лариска сказала, что не надо пользоваться косметикой. Иначе будет и ещё хуже. На что Юля ответила, ну, а то я, говорит, как заплаканная, без косметики и якобы, ой, прям страшная. Что удивительно, да, эти бабы не понимают, да, что весь ужас в их телах. Жирных, да, по-другому я не могу сказать, именно жирных. Я когда посмотрела на весь этот ужас, когда она платье не могла натянуть, и потом не могла его снять, и запыхалась, и одышка такая, что аж вся из стекла потом вытиралась этой футболкой. И они считают, что красота в их телесах, а морды, значит, страшная, то это ужас. Думают, что наложив слой штукатурки, румян и намазав свои свистки красной помадой, они вдруг станут краше, да ещё страшнее. Думать надо о теле своём, а не о морде, которая в экран не помещается. Ну и ни о чём, ребят, сидели, жрали, чё-то чепуху какую-то молотили, то Юлька, видите ли, постеснялась в подвал зайти, когда там рабочие работали, чтобы посмотреть, всё ли там они сделали. Чё, я им, говорит, буду надоедать, чё, я туда пойду, а чё ты, Лариса, не пошла, а мне тяжело было и всякое прочее. Ну да, Лариске не тяжело было шастать чужие квартиры снимать, тут было не тяжело. А Юльке было нестеснительно обзывать людей, которые им, помните, шкафы собирали, ходить снимать и матами крыть на них. Вот тут она не стеснялась, по полной, слушайте, показала себя, что она из себя представляет. Правда, потом быстренько смыла и удалила это видео. Ну и ещё, ребят, хочу отметить, что уже несколько дней нету ляли рядом с ними. Мне как-то написали комментарии, что уже надоела ты якобы со своими животными, всё про животных, про животных. Ну так не смотрите меня, я говорила и буду говорить про животных. Нравится кому-то или не нравится, они их показывают, я о них буду говорить. Если я видела Лялю в ужасном состоянии, с ужасной шерстью, теперь её не вижу, а она постоянно сидела возле Юльки, я, конечно же, буду об этом говорить. Потому что что вижу, то и обсуждаю. И знаете, ребят, мне уж страшно подумать, что, мало ли, у неё мозги всё-таки додумались искупать эту лялю, как бы этой кошке плохо не стало. А то волчонок-волчонок, ой, он тут поглядывает, он тут выпрашивает, всякое прочее, да. А ляли нету, и про лялю тишина. То ляля всё время ходила рядом, то вода тут для неё стояла, на эту воду пила, а тут ляли нет. Удивительно, правда, ребят? Куда же она запропастилась? Куда она пропала? Почему они её не показывают? Кому не нравится, что я говорю и делаю акцент на животных, вы можете меня не смотреть. Я о животных говорить не перестану. Точно так же, как мои зрители. Многие мои зрители переживают за животных. А даже если кто-то не переживает за животных, то об этом не говорит. А имеет уважение ко мне и к моей теме. А если кому-то не нравится, то я понимаю, что вы, значит, не на своём месте и смотрите не своего обзорщика и не своего блогера. И вот, ребят, не знаю я, буду сейчас я следить пристально, куда пропала ляля. И что-то больно странно, что девиц не было три дня. А потом, опять же, странно, что Юля разбудила Ларису, чтобы сказать о состоянии здоровья ляли. Помните, так сказала Лариса, что Юля её разбудила, чтобы именно про лялю рассказать? Что произошло с этой кошкой? Почему её нет? Почему они её не показывают? Это одна из кошек, которая всегда была на виду. Она всегда была рядом. И, насколько я понимаю, что она плохо себя чувствовала. И она держалась постоянно рядом с ними, рядом с людьми. А здесь почему-то её нет. Но, я думаю, знаете, этим бабам пофигу. Им главное, чтобы морды их жирели. И животы ещё больше росли. Уже вон половину одежды в сторону отложила. Потому что пузо своё поместить туда не может. Разожралась до предела за год. И это ещё, похоже, не конец. Потому что ещё больше жрут. Яблочко, говорит на Юльку Ларисы, не хочешь? А мне, говорит, нельзя яблочки. Можно только запечённые. Удивительно, яблочки ей нельзя. Зато в топку кидать неограниченное количество жрачки ей можно нормально. Короче, а яблочки нет. С каких это пор вдруг, Юлька, ты стала себя в чём-то ограничивать? То шла с торбенцей и говорила, и яблоки там у меня. А тут уже яблоки есть нельзя. И, Юлёк, не пой. Не пой, потому что последние твои зрители сбегут с канала. Ты и так то блокируешь, то удаляешь, и люди сбегают от тебя ко мне. А когда поёшь, то не будут знать, куда убегать. Так что лучше уж помолчи. Лучше уж жри. Толкай побольше еды в своё брюхо. Вместе со своей ненасытной, прожорливой сестрицей. Мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok